Саламу алейкум, дорогие друзья! Мы находимся около города Набус. Часть из его строений вы можете видеть за мной. Он имеет большое значение в иудейской религиозной традиции. Этот город расположен между двух гор Горизим и Гевал. Чем примечательна эта местность? Это тем, что на горе Горизим живет небольшая община такого же малочисленного народа, который называется самаритяне. Эти люди исповедуют иудаизм и для них это место, эта гора является священной. Самаритяне отличаются в своем вероисповедании от классических иудеев и поддерживают достаточно тесные отношения с местными жителями, с палестинцами. Численность самаритян сегодня составляет всего несколько сотен человек. Набус – город с очень древней историей. На самом деле, на месте этого поселения когда-то существовало римское поселение, которое называлось Неаполис. Современное арабское название города является простым искажением названия Неаполис. Город Набус является одним из крупнейших на западном берегу реки Иордан и всех палестинских городов, которые находятся под контролем палестинской администрации. Но тем не менее, вокруг самого города существует несколько израильских поселений. В 19 лагерях беженцев на западном берегу живет до 1 миллиона палестинцев. Лагерь беженцев Балата, который находится в городской черте Набуса, считается худшим лагерем беженцев на западном берегу реки Иордан. Здесь просто ужасающий уровень насилия и распространения наркотиков. В подобных лагерях низкий уровень жизни, не соблюдаются минимальные социальные стандарты и, ко всему прочему, высокий уровень преступности. Потому что ни израильские полицейские, ни палестинские полицейские не контролируют здесь преступников. Кроме того, многие палестинцы, которые оказываются в израильских тюрмах, они рождаются и вырастают в лагерях, подобных этому. Почти два месяца в израильских тюрмах продолжался голодный протест палестинских заключенных. Больше месяца в израильских тюрмах длится голодная забастовка палестинских заключенных. И во многих городах на западном берегу люди проводят подобные акции в поддержку своих сыновей, отцов и братьев, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах и требуют улучшения отношения к себе, улучшения условий содержания. Тюрьмы, лагеря беженцев и стена. Для сотен тысяч палестинцев это значительная часть их реальности. Ссылка на регистрацию в описании.